здрасте 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 дорогие друзья добрый вечер у нас сегодня самый длинный но в северном полушарии день в году на у нас 21 июня и говорят официально началось лето но чем у нас будет сегодня в каком-то смысле летняя потому что мы будем говорить о стране в первую очередь и стране где лето и зимой или тепло и зимой но говорить мы будем не с точки зрения климата разумеется тема нашей сегодняшней встречи на вебинаре прям это программы гражданства которые сейчас действуют программа иммиграционного гражданства и в принципе не так уж и много в мире всего но если мы говорим например гражданах россии и беларуси то для них программ и сегодня с экспертными компаниями компаниями алекс капитал партнерс мы обсудим три программы и в первую очередь будем говорить о программе египта поскольку ну в общем она скажем такой хедлайнер просто потому что они известно было не очень много не появилась и довольствием представляю софию силену руководителя партнерс по россии и снг и нарекаться никакой другой группа создателя как хочешь назови меня создатель такое слово дорогие друзья чат работает вопросы задавайте запись вебинара разумеется будет статья тоже будет через некоторое время но он ну и давайте начнем тут вопрос у нас будет насколько может быть более широкий чем только там программы гражданства как таковые дело все в том что но ваша компания она как бы знает весь этот рынок не только как компания предлагает услуги иммиграционные да вы каком-то смысле помогаете или помогали некоторым странам эти программы создавать и именно поэтому хотелось бы вообще понять вот суть вот этой египетской программы и ее место в общем поле иммиграционном насколько я знаю ведь программа гражданства в египте существует с 2020 года но по каким-то причинам она они вот реально говорить начали сейчас и египтяне сейчас ее стали активно продвигать давайте просто с этого начнем а потом мы коснемся и других программ тоже пожалуйста ну спасибо филипп за возможность у вас на на самом деле египетская программа существует уже почти три года просто в россии не 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 обращали внимание на на эту программу она существовала не очень активно но она изначально была нацелена не на русских на тех людей которые много-много лет уже живут в египте и у кого кто может быть и родились там но у кого нет гражданства есть огромное количество сотни тысяч миллион египет это страна из 100 10 миллионов людей есть огромное количество людей из других стран африки и везде арабские страны которые не имеют статус в египте и хотя жили там двадцать лет пятьдесят лет родились там даже но их родители не не египтян и египет долго долго думала ну как то надо было заниматься этими людьми у кого нет прав но многие из них стали важными бизнесменами состоятельными людьми врачи юристы но все равно у них не было легального статуса гражданина и они долго шли к тому чтобы предлагать этим людям возможность сделать сделать себе легальными но гражданами страны они хотят плюс много людей из других арабских стран которые не только там не живут пока но и из африки тоже им интересно египет так что они долго изучали это изучали как создавать программу создали программу поправили программу и эта программа работает они еще не знают как продвигать хорошо эту программу даже среди тех людей которые внутри страны но они начинают конечно там тоже не забывайте было маленький такой момент в двадцатом году к вид который все испортили не до этого было даже несмотря на то что программа существовал так что сейчас они недавно назначать открыли специальный офис и в этих для этих программ по всему миру когда специальный офис отдельно от министерства иммиграции работ не работает то программа не работает всегда им нужен особый офис который понимает в бизнесе и не не только чиновники которые думают только государственных делах а а заниматься продажами то есть это по сути посредники между потенциальными участниками и органами власти но это орган власти который ведет себя не как он появился в египте только в прошлом году первый год первые два года программа так так работала они еще создавали программу и назначили человека он египтян но хорошо что он тоже и канадец как я очень приятно тоже жил много лет в монреале как я и поэтому нас хорошие отношения он назначили очень приятного человека бизнесмена который очень близкий к самый верх который двигает эту программу он так что программа существует теперь самый сейчас кажется что многие говорят об этом просто из-за того что в россии сейчас говорят об этом до этого говорили об этом других местах но не только не в россии в россии клиенты которые хотели второе гражданство люди которые получали на карибах и и и в других странах и в черногории теперь эти программы из-за санкций они закрыты для русских и они не могут участвовать и поэтому египет стал одними смотрите вы мы с вами собственно говорили о программе египта еще наверное по весне когда вот например закрывалась последняя но для граждан россии белоруссии закрывалась программа гренады но египте говорили уже тогда и вы насколько я понимаю вот поехали туда сами с тем чтобы с одной стороны разобраться и как-то вот выстроить для себя как же для компании предлагающие миграционные услуги работу с египтянами вот что вы увидели насколько это все да я я всегда как как вы правильно сказали мы и советуем разным странам как создавать такие программы и когда мы начинаем работать работать какой-то стране они просто так избал просто начинаем работать я честно говоря никому не доверяю и поэтому я всегда должен общаться с первыми лицами правительства которые занимаются этим и без этого я не готов я должен понимать изнутри как все работает и если все работает потому что реклама рекламой но жизнь немножко другое так что я ездил и встретился с самыми главными людьми в правительстве которые этим занимаются мне было повезло что у нас были общие друзья и общие моменты я я не большой специалист по египту но случайно я знаю несколько египтян которые очень очень влиятельны в египте я старый много людей знаю во многих странах и и то что я нашел это то что программа работает они должны будут много изменения они даже с тех пор как я был там они меняли программу они еще до конца они решили как все будет работать но то что это работает это работает и то что и это то что важно всего они не будут разрешать кому угодно продавать египет продавать гражданство гиппетции они у них будет лицензирование начинается лицензирование и они и мы будем лицензировали агентами там в течение каких то несколько несколько некоторое время не долго но они Они только что создали этот институт, лицензировали. Глава программы очень уважаемый человек, очень влиятельный человек в Египте, очень интеллигентный человек, тот жил в Канаде, так что, естественно. Ну да, Канада как знак качества. Но он очень нацелен на результат. Это не секрет, что большие финансовые и экономические проблемы есть у Египта. Мы с вами, Филипп, говорили про Турцию. В Египте тоже очень-очень тяжело. То, что очень интересно, и за все мои годы я такого никогда не видел, идет развитие неописуемой страны. Из-за развития на самом деле экономической проблемы. Президент Египта понял, что в основном Каир, Каир очень тяжелый город. Там живут 15 миллионов регистрированных людей, но нерегистрированных людей, наверное, около 23. Ну, всего. И это не город, это катастрофа. И он это понял, что людям плохо. Там хаос везде в городе. И он решил строить основной другой город, который называется Новый административный центр, куда он переведет все правительственные органы, плюс посолства. И он надеется, что потом будет и бизнес туда переедет. Прямо он строит новый Дубай. И он рассчитывает на то, что 6,5 миллионов людей переедут в этот город. Уже это только два года, но уже это невозможно описывать, что они уже построили за два года. Столько жилья, столько офисных зданий. Я был там с другим знакомым, с напарником из Канады. Но в Канаде, в Америке такого вообще в жизни не могли строить столько за такое короткое время. Он решил, президент решил строить 16 новых городов. Он обновляет Египет. И это что-то просто неописываемое. Тяжело поверить, тяжело понимать, как это возможно. Столько миллиардов инвестируют. И он инвестирует. И идут инвестиции из других тоже арабских стран. Из Саудовской Аравии и так далее. Это что-то, это чудо просто. То, что будет там через 10-15 лет, Египет будет совсем другой страной. Они вошли, и он сознательно вошел в экономический кризис. Потому что они тратят огромные, огромные деньги. Многие бы сказали, что слишком много, но слишком много для сейчас. Но потом страна будет совсем другая. И поэтому, кстати, очень много интересных моментов связано с недвижимостью. Потому что сейчас можно покупать. Хотя недвижимость улетает просто. Там столько людей, которые хотят из больших городов, которые плохо работают, уходить. И стройка идет невероятная. И покупают, и покупают со всего мира. Окей. Значит, я попрошу сейчас в чате опубликовать контакты компании Apex Capital Partners. И перейдем, давайте, уже к практической стороне вопроса. Что, собственно, собой представляет программа, и как она работает на данный момент. Я для этого включу презентацию. Так, презентация где у нас? Прошу своих коллег, если что, мне помочь. А, вот она. Вот она презентация. Итак, если мы говорим конкретно о программе Египта, о компании Apex. Ну, мы говорили, я думаю, что, может быть, тоже несколько слов Софья сейчас про это скажет. Про вашу текущую работу. И, соответственно, про гражданство Египта. Базовые моменты. Что нужно знать, хотя бы на формальном уровне. Что это такое, в чем, собственно, инвестиции, в чем, собственно, суть входа в программу. Пожалуйста. Ну, во-первых, добрый вечер. Спасибо, что вы тратите свое время на просмотр любимых сериалов, на особенности новой программы гражданства именно Египта. Это очень приятно. Приятно видеть вас всех здесь. Итак, в двух словах, почему мы и почему Египет. Нуря уже начала об этом говорить. Мы выбираем не все, что лежит просто под ногами. И все, чем мы могли бы наполнить наш сайт и наше портфолио. Нам неинтересно продавать все. Нам интересно иметь некие и эксклюзивные продукты, и продукты, которые не продают все подряд. А также заниматься теми программами, на которые существует некая, так называемая, лицензированная деятельность. И на этом слайде вы видите часть наших лицензий. Это далеко не все. Это лицензии нашей компании, которые обновляются ежегодно нами. Мы переподтверждаем каждый год свой статус лицензированного агента в той или иной стране. Несмотря на то, что карибские программы сейчас закрыты для российского и белорусского рынка, они до сих пор существуют, они никуда не ушли. Многие спрашивают, как жаль, что программы карибов закрыты. Это не так, это просто мы не имеем возможности более туда подаваться. И вот почему возник Египет. Потому что Черногория закончилась, карибы больше не принимают, все остальные отвернулись от нас. И Египет остался одной из трех, ну, из нескольких, скажем так, программ инвестиционного гражданства. Работа с лицензированным агентом означает лишь то, и нужно запомнить эту особенность, что вы работаете напрямую с государством, как будто бы у программ, у которых есть обязательный параметр включения в сделку, в процедуру оформления гражданства лицензированного агента означает, что вы общаетесь напрямую с государством через посредника, а именно через лицензированного агента, что упрощает, в общем-то, ход всего дела и исключает неприятные особенности, которые присутствуют в разных компаниях, в работе с разными компаниями иными, нелицензированными. Это сломанный телефон, когда у клиента, а сейчас у всех наших клиентов есть особенности, нюансы, проблемы, и проблемы эти должны решаться напрямую с представителями власти. Так вот, лицензированный агент и решает их напрямую, а посредники разговаривают с другими посредниками. Это в двух словах о лицензированной деятельности. Окей, давайте по Египту. Итак, вот она, ну, флаг, это замечательно. Замечательно. Несколько слов про условия программы. Верблюды замечательные. Верблюды замечательные. Верблюды замечательные. Давайте, как, а потом зачем? Вот, собственно, несколько слов о том, как. Вот это происходит на практике. Вы знаете, раньше мы говорили, что проще программы Турции. Нет, а сейчас, ну, во всяком случае, мне кажется, что проще, чем программы Египта, не существует вообще в природе. И очень много, кстати, надо отдать им должное. Они изобрели целых четыре вариации на тему, как дойти до получения паспорта египтянина. Во-первых, можно пойти через возвратную и привычную всем инвестицию в недвижимость. И да, я тоже с моей коллегой Любовью, мы были в Египте не так давно, на прошлой неделе по стопам Нуре, который первично договорился обо всем. Далее обязательно нужно посмотреть на все глазами, чего и всем рекомендую всегда, не покупать никогда котов в мешке. Поэтому мы поехали и увидели все это, собственно, глазно. Насколько активный рынок недвижимости сейчас в Египте. Вы не представляете просто, друзья мои, как выглядит офис продажника, девелопера. А тогда, когда мы были, как раз был стык перехода программы из возможности покупки недвижимости только у государства в другую стадию, когда можно было покупать. Сейчас можно покупать уже у любого застройщика, в принципе, в Египте. Кроме Синайского полуострова, все можете выбирать. Так вот, мы были у девелопера, который как раз от государства лицензирован и представляет много, огромное количество проектов в новом административном центре, в новом Каире, в старом Каире. Несколько проектов. И в Эль-Аля-Мейне это место на очень красивом море Средиземном, недалеко от Александрии, в полутора часах езды. Софья, я уточнить хочу два момента по поводу... Во-первых, вот вы сказали, что очень много покупает недвижимость, и вы это видели. Покупают это именно иностранцы или это внутренний спрос? И второй момент... Да. И второй момент, вот эти все-таки есть какие-то ограничения по покупке недвижимости, вот об этом можно чуть поподробнее, потому что это, как я понимаю, важный для многих момент. Нуре уже затронул эту тему по поводу огромного спроса внутри страны. И да, огромный спрос внутри страны присутствует, его видно. Египтяне, которые не могли себе позволить... Ну, не было предложения на рынке, в принципе. Получив возможность близлежащий и новый Каир, и новый административный центр, возможность вложения туда, хлынули просто потоком тысячами людей бронировать, вносить небольшое количество денег, а можно с 5% начинать, в принципе. Для того, чтобы зарезервировать, застолбить свое место и купить, приобрести себе в будущем... В течение 7 лет можно доплачивать этот взнос, приобрести себе новую недвижимость и уехать из этого муравейника по имени Старый Каир и другие места, где эти самые люди проживали. Но и представители других государств тоже встретились перед нашими глазами. Это не были россияне. Еще раз, программа Египта совершенно новая на нашем рынке, и ранее она и не промутировалась, и, в принципе, не развивалась эта тема, потому как еще до 2021 года, в принципе, не очень была и нужна, скажем, прямо. Сейчас гражданство Египта может закрывать многие вопросы, о которых мы потом поговорим. Есть ли ограничения на приобретение недвижимости? Нет, ограничений нет. Любой может это сделать в любом месте, кроме Синайского полуострова. Это табу, это запрещено. В Шарм-эль-Шейхе вы не можете ничего выбрать. К сожалению, там очень красиво. Но Хургада остается и многие другие места в Египте. То есть есть, правильно сказать, что некоторые районы закрыты для этой программы? Один. Один. Речь идет о новой или о вторичной, об одном объекте или о нескольких, о жилом или о коммерческой недвижимости. А вот что хотите, то и покупайте. На что у вас есть видение, желание, хотение, деньги, на что хватает? Но тут нужно сказать, Филипп, следующее, что наше, российское или здешнее, в принципе, из нашей части света понимание о качестве строительства, оно немного... И вообще о претензиях, о притязаниях на недвижимость, оно немного отличается. Вот возьмем египетскую. Поэтому нужно все же, если говорить о недвижимости, приезжать и выбирать. И нужно помнить о том еще раз, что бронирование всех объектов сейчас идет перебронировка на 150 и больше процентов. Поэтому если кто-то хочет что-то приобрести хорошее, это, как правило, будет точно на стадии строительства или перекупка. Или же есть очень интересные коммерческие проекты с уже гарантированным арендным доходом. Например, если построен новый комплекс, туда въезжает через несколько месяцев банк, и вы можете на правах дольщика купить помещение под коммерческое помещение, под этот самый банк. Через 7 лет вы полностью окупите то, что вы вложили, уже начнете зарабатывать. Это интересные вещи. Ну, как бы из тех клиентов, из тех потенциальных интересантов, из существующих интересантов, которые ведут с нами диалог по поводу недвижимости Египта, очень мало кто хочет переехать в Египет на море или не на море категорически завтра навсегда на проживание. Как правило, это разговор именно об аренде, о сдаче под аренду, либо о том, чтобы купленная недвижимость начала сразу работать на человека. Вот посмотрите на коммерческие проекты, это хороший вариант. Скажите, пожалуйста, значит, вот 300 тысяч, как согласуется вопрос оплаты и вопрос получения, подачи на документы, когда я могу начать подаваться? Потом вот эти 300 тысяч, где они должны быть прописаны? Кадастровая стоимость, стоимость контракта и так далее. Когда вообще мы начинаем? Вот вы видите сейчас на этом слайде четыре цифры. 300 тысяч недвижимость, 500 тысяч депозит, 250 невозвратный взнос казначейства Египта и 450 в общем участия в локальной компании вместе с пошлиной. Вот все эти четыре базисных цифры должны прийти в некое соответствие в вашем мозгу, и вы должны выбрать опцию, какая же вам близка и куда вы переведете свои доллары, только в момент одобрения получения. А старт программы, и это абсолютно отличает эту программу от всех остальных, старт программы начинается с 10 тысяч долларов всего лишь, вложенных, перечисленных в Египет, в департамент. Для того, чтобы началась проверка вашей аппликации, мы собираем документы, подаем 10 тысяч, вы платите и дальше мы ждем одобрения. Как только одобрение есть, вот к тому времени можно крутить, вертеть любые совершенно опции и даже посередине их потом менять, если будет интересно, мы это все отдельно будем рассказывать. Как переводить в египетских фунтах? Нельзя, должно быть в валюте, но, как правило, это доллары США. И мы ждем с нетерпением на самом деле объявления о том, что, наконец, позволит перевод в рублях, потому что идет такой диалог, что будут, возможно, именно такие транзакции. Египет уже ответил, что они будут принимать, не по этой программе, а вообще, что египетские фунты будут принимать рубли. Так что это мы еще, честно говоря, не пробовали, но это в разработке, и это типа на днях. У Египта очень хорошие связи с Россией, естественно. Президент Египта был в России только на этой неделе и встретился с президентом Путин. Так что все там со стороны тех проблем, которые существуют, с переводами в другие страны, таких проблем не будет. Я просто хочу тогда еще раз уточнить. Итак, сначала вы сказали, что в России идет оплата чего? Государственные пошлины за проверку. И после этого я должен предоставить определенный набор документов, показать, что я не подсанкционное лицо, как я понимаю, тут тоже ограничения эти, безусловно, есть, или что? Что это нужно сказать? Не, 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 они не признают санкции. Какая прелесть. Так, ну то есть, окей, что-то градус. Кому они тогда могут запретить? Или, пожалуйста, вообще все флаги в гости к нам? Какие у них есть резоны? Я говорю просто про санкции. Они не признают санкции, но банки не будут принимать деньги. Это будет, если человек сильно санкционный, то могут быть проблемы. Это будет зависеть от типа санкций. Но можно пробовать, если не сильно санкционный. Окей, посмотрите, значит, идет оплата вот этих юридических услуг. После этого идет, как я понял, некая проверка. Так? И после этой проверки, ты получаешь некое одобрение. Все, мы тебе дадим паспорт, если ты совершишь соответствующую инвестицию. Примитивно говоря, получается так. Правильно. Окей. Тогда смотрите, еще один момент. Вот что здесь важно знать. Недвижимость, понятно. 300 тысяч инвестировать можно, как вы сказали, и в новое, и во вторичку. Исключение Синайский полуостров. Так? Да, да, да. Дальше. Значит, программа. Второй вариант. Депозит в местном банке. Насколько ты его кладешь, и в какой валюте, и как ты его потом забираешь? На три года ты кладешь депозит. Это, на самом деле, самая быстрая опция из предложенных. Забираешь ты его в египетских фунтах. То есть тут история, понятно, что быстро. С другой стороны, понятно, что фунт не столь... Не самая стабильная валюта, мягко скажем. Окей. Взнос к казначейству Египта – это история просто безвозмездная. Это подарок государству, как мы все знаем по карибским примерам. Абсолютно то же самое. Подарил и забыл. Участие в локальной компании. Я открываю компанию или она уже есть? И что это такое? Можете вы открывать самостоятельно новую компанию. Просто нужно определиться с родом деятельности. Можете покупать участие, вкладываться в некую существующую компанию. Уложение и в том, и в другом случае будет 350 от 300, скажем так, 50 тысяч долларов и 100 тысяч. Почему вы видите на экране 450? Потому что это составное из 350 вложений в компанию. Это ваши деньги, которыми вы полностью можете распоряжаться. И после одобрения, на самом деле, вы можете забрать это практически полностью обратно. И 100 тысяч, вот это будет невозвратный взнос. 100 тысяч и 10 тысяч, про которые мы уже поговорили. Тогда еще один момент, связанный с этими 10 тысячами. Я еще раз открываю этот слайд. Итак, меня проверили. Мне сказали, окей, ты можешь стать гражданином Египта. После этого проходит 3-6 месяцев. Я инвестирую. И после этого проходит 3-6 месяцев. И вопрос так или иначе решается. Или не совсем так. Полностью весь процесс получения гражданства займет около... Ну, давайте говорить по максимуму. А когда получается меньше, всегда мы можем вместе порадоваться. А то реклама про 2-3 месяца, про каждую программу, она пестрит везде, но не имеет под собой никакого реального значения. 6-9 месяцев занимает процесс, процедура получения гражданства Египта. Туда входит и после подготовки документов и подачи, после зачисления 10 тысяч долларов, государственной пошлины и подачи документов на рассмотрение, вот отсчитывайте 6-9 месяцев до финала, до приглашения вас прилететь в Египет и сдать биометрические данные, пройти биометру и получить те самые документы. Вот вы уже начали как раз отвечать на следующий вопрос. Связь за время всех этих 9 месяцев. Сколько раз я должен посетить Египет? Есть ли какие-то нюансы, связанные с подачей документов и так далее? То есть на что здесь важно обращать внимание? Тут вот тоже есть много нюансов, Филипп, на самом деле, потому что когда мы были в Египте, прямо при нас произошло некое изменение в условиях. Раньше нужно было два раза прилетать, сейчас нужно один раз прилетать, только на биометру в самом конце. А все, что происходит сначала, можно уже делать по доверенности, которая будет выписана человеком здесь в Москве и заверена нами в посольстве. Но если хочется ускорить всю эту процедуру, можно прилететь дважды. На подписание всех бумаг самостоятельно, без всяких там посольств и сдачу документов уже персонально, самостоятельно с нашим юристом в Египте. И потом уже в конце, когда пойдет приглашение на биометру. Еще разочек хотел, зритель наш просит уточнить про сроки рассмотрения. Еще раз, можно это уточнить? 6-9 месяцев после подачи документов. После подачи документов. И не требуйте от нас до дня сроков. Мы и вам, и по Карибам сейчас не скажем ничего, и по Черногории ничего не скажем, и призываем никого эти сроки четко не проговаривать. Приблизительно. Все зависит от чиновников, от государства. Окей. Следующий момент. Ну вот все вот эти оплаты, какая здесь ваша функция? Ну понятно, что Египет в той или иной степени страна цивилизованная, но все равно оплачивать услуги какого-то застройщика, которого я в глаза не видел, или переводить в какой-то банк. Это история, которая может, ну так, хочется каких-то гарантий безопасности. Куда я перевожу? Как? Насколько это все структурировано в случае Египта? Ключевое, это вот когда вы хотите безопасности, Филипп. А безопасность в совершенно неизвестной вам стране, вы же не туристом едете туда, в отель 5 звезд, все включено. Вы хотите стать... Ну, да, там акулы. Хотите стать членом этого общества, и вы вообще не знаете, как устроено это общество, а оно очень иначе устроено, нежели то, к чему мы привыкли. Поэтому мы в данном контексте это проводник по всем этим путям, очень тернистым. И первые поданные нами клиенты пройдут действительно тернистый путь. И именно из-за того, что программа еще модифицируется, она постоянно в виде изменяется. И мы будем сообщать об этом людям, что простите, но вчера было так, а сегодня уже так. К этому нужно быть готовым. Мы будем держать руку на пульсе, мы будем водить вас за руку. Вам не нужно будет сидеть в инстанциях без кондиционеров, на непонятном языке с разговаривающими людьми в непонятном месте. Мы везде проведем вас за руку. Мы подадим документы, мы запишем вас в посольство, мы правоводим вас в посольство. Мы везде вас сопроводим, вы не останетесь одни. Без этого вы просто не сможете. Ну и подачу физически человек сам подать эти документы не сможет. Значит, это делается через, как сказали, через лицензированные у них структуры. Во-первых, да, есть еще момент. Если вы выбираете объект недвижимости и хотите заплатить наличными, в Египте это возможно. Да, вам нужно иметь доказательство, что это деньги не просто из подушки вы достали и привезли. Нужно какое-то доказательство иметь при себе. Но ввоз наличных и оплата наличными деньгами, средствами за недвижимость, она разрешена. Как вы будете с этими? Кому? Что? Это дикие истории могут случиться с человеком. Если он не знает, куда он едет. То есть понятно, что здесь обилие возможностей с одной стороны. С другой стороны, каждая возможность потенциально, как мы слышим, это определенный риск. И именно поэтому, собственно, мы всегда говорим, ребята, работайте с профессионалами, потому что риски велики. Здесь они просто, ну, они настолько на поверхности, что... Они зашкаливают риски, зашкаливают. Несмотря на то, что Египет интересная и развивающаяся динамичная страна, рисков там предостаточно. Окей. И тогда давайте перейдем к следующей уже. Как части? Вот, собственно, отдельно по недвижимости, то, что мы говорили. В двух словах. Ну, вы все-таки компания, которая больше занимается именно иммиграционными услугами. То есть недвижимость, да, вы представляете, но это как бы как следствие некое, да, того, что человек может захотеть общаться и захотеть инвестировать именно в недвижимость. Какой объем предложений у вас сейчас есть? Что это такое? Вы заговорили о коммерческой, как более интересной составляющей. Сколько их предложений? Там 5, 10, 15, 50 и так далее. И я, и Нури были в этих местах, которые ранее предлагало государство. И вот в этих местах предложения равны практически нулю, потому что все выкуплено, и можно покупать следующие проекты на котловане. Если не говорить и абстрагироваться от проектов от государства и уже идти дальше, так как нам разрешили идти дальше, то мы формируем сейчас портфолио в той же самой Хургаде, в которой есть ряд проектов, которые можно, не стесняясь, как бы предлагать. Это будет раз. Далее старый Каира, которым уже было упомянуто, районы полностью сносят, и на месте трущоб реальных, но на Ниле строятся хорошего качества новые дома. Ну, в их понимании это высотные дома, в нашем понимании это стандартные как бы многоэтажки, ну, предположим, там 14 этажей максимум, и внизу находятся коммерческие помещения. Вот, опять-таки, все построенные новые здания и апартаменты выкуплены, но внизу то, что касается коммерческой недвижимости, еще можно успеть, если подсуетиться. Кстати, что касается Египта, очень интересно, формируем сегодня портфолио, завтра оно уже не работает, потому совершенно без преувеличения, ровно так это как-то странно действует. Настолько быстро раскупаются все интересные варианты. Такой еще момент. Если мы говорим о покупке недвижимости, которая, наверное, будет построена через год-два, тебе нужно дожидаться окончания строительства для получения подтверждения того, что ты все как бы заплатил и стал собственником, или процедуру получения гражданства ты можешь начать в момент строительства? В момент строительства начинаете процедуру оформления гражданства, но тут за клиентом будет выбор. Если он хочет длинный, длинный путь, идти долго к своему гражданству, то он может по мелким платежам до него и дойти. И когда он довнесет девелоперу 300 тысяч, возможно, его недвижимость уже будет готова, и вот тогда только он сможет податься на гражданство. Но если человек хочет или имеет возможность заплатить сразу в период, на момент получения одобрения, после подачи его документов, то он может внести 300 тысяч, и несмотря на то, что объект еще не построен, получить свое гражданство. Одно от другого не зависит. Пять лет нельзя продавать то, что ты приобрел. Ну и давайте тогда поговорим с вопросом тоже. Видел, как раз, собственно, к ним тоже обратимся. Ну, хорошо. Второй паспорт вроде в теории, более-менее понятно, чем. Логика во время пандемии была одна, там были закрытые границы. Сейчас, после страшных событий 22-го года, 22-го, 23-го, она для очень многих совсем-совсем другой стала, но тем не менее. Вот паспорт Египта, это что? Это все-таки, ну, не такой тревел-документ, как там карибские паспорта, да, как их называли. Зачем его получать? Какие возможности он открывает? Кому это может быть нужно? Ну, только тому, кто хочет забыть про свое российское гражданство, таких люди тоже есть. Или нет? Ваш взгляд. Давайте я по слову скажу об этом. Во-первых, я вижу, кстати, кто-то спрашивает, дает ли Египет въезжать без визы в США и Великобританию. Нет, не дает. Можно оформлять визу на 10 лет. У Египта есть соглашение с Америкой о том, что они дают на 10 лет, так же, как карибские страны. И я вам с какой-то немножко другой страны расскажу, зачем. Мы, ну, в связи с тем, что сейчас карибские страны закрыты для русских, мы работаем и продаем карибские гражданства американцам. У американцев, и их много, которые покупают. Я ожидаю, что в следующие 2-3 года будет намного больше американцев, чем когда-либо было русские. И почему американцы покупают? Им не нужен второй паспорт. У них есть безвизовый, без, ну, настолько, сколько у карибских стран. Так что паспорт не нужен. Им нужен страховка определенная. Человек, когда... И это любой человек в России, во Франции, в Америке, когда он достигает определенный заработок, он заработал там свои миллионы, тем, что он продавал какие-то значки, фантики, что-то занимался, и у него появились деньги, он начинает думать о рисках потери этих денег. И думает о рисках для своей жизни. И думает только о потерях. Он сначала думал о том, как зарабатывать, как получать. Сейчас он думает о потерях. И о всех своих рисках жизни. Люди для этого покупают себе и страховку, страхуют машину, страхуют жизнь. И все, что любой хороший бизнес-консультант скажет по поводу того, как покрывать риски жизни состоятельного человека, он скажет, что диверсификация – это самый важный момент. Это разные валюты. Это разные классы инвестиций. Недвижимость, акции, банды, машины, часы. И неважно. Просто мы всегда знаем, что что-то упадет, что-то будет подниматься. Всегда есть риски. И единственный способ защищаться от рисков – это диверсификация. Есть диверсификация гражданства. И американцы, у кого есть такие же риски, состоятельные люди, есть риски, что в Америке будет гражданская война. В Америке недавно была революция. Почти напали на Конгресс, чуть не убили. Если Трамп чуть не стал царем в Америке, возможно, что будет еще одна революция. Это серьезно, это действительно случилось. И они думают о диверсификации, что надо иметь много мест, где можно находиться. И это для финансовых причин, для причин жизни. И Египет, и для русских, и для других, так же, как и Турция, и Карибы. Часть причины покупки для русских карибских паспортов – это был безвизовый въезд, но это тоже диверсификация рисков. И Египет именно это. Можно в Египте покупать, я последнее скажу, выгодную недвижимость с одной стороны и с другой стороны получать документ, который будет как страховка. Да, это не дает возможность лететь в Париж. Но для американца тоже такой же, ему не нужна бумажка, которая дает ему возможность лететь в Париж. Но нужна страховка, потому что, как мы видели, мы никогда не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, никто не ожидал, что будет и сейчас, и никто не знает, что будет дальше. И для состоятельного человека, который думает о своих рисках, иметь любой второй паспорт – это не вопрос лояльности, это вопрос диверсификации рисков. Хорошо, давайте тогда немножечко расширим нашу тему, о том, о чем мы говорили в самом начале. Мне память не смеет, что 12 или 13 стран есть, которые имеют эти программы гражданства инвестиционного. Возможно, их больше, но так официально, в общем, примерно такое количество. Сейчас вы, ну, там Черногория ушла, там, если мы говорим о финансальных клиентах из России, закрылись программы Мальта, недоступна, по крайней мере. Значит, есть три варианта. Есть еще, кроме Египта, есть Турция и есть Вануату. Вы работаете из той, из другой программы, буквально несколько слов об одной и о другой. Я думаю, что условия, может, многие и помнят, и сейчас речь даже не про условия, а вот про принципиальные отличия или в данном случае преимущества. Ну, хорошо, вот вы, Софья, сказали, что программа Египта, она во многом проще. Но, знаете, чем проще путь, да, тем вроде как и цель ерундови, да, или здесь это в данном случае не так? Ну, нет, здесь я не соглашусь. Каждому свое. Кто-то любит Турцию, а кто-то вообще не хочет слышать этого названия. Но тут нужно отталкиваться, и то, чем мы занимаемся на первой консультации с каждым клиентом, который к нам приходит, это выявление его потребностей. Потому что просто так продать что-то, это не есть наша цель. Нужно сделать все правильно, и чтобы потом человек мог этим пользоваться. И, да, Турция – это хорошая, стабильная программа. Все боялись, что ее закроют, если Эрдоган не будет перевыбран. Но сейчас, в общем-то, все вернулось на круги своя. Турция существует. Она дорогая стала с прошлого года лета. От 400 тысяч нужно вложить в недвижимость. Ну, еще, да, все знают условия. Там все понятно. Легче всего покупать в Стамбуле, потому что отсчет идет по кадастровой стоимости. И у нас очень много проблем бывает у людей, у тех, кто хочет выбирать на юге. Так что легче всего делать это как раз в Стамбуле. Ну, а так, все, кто подавались у нас, в общем-то, 6 месяцев – это тот срок, за который люди получали свои статусы, свои паспорта. И очень многие, кстати, наверное, 80% тех, кто получил с нами гражданство Турции, живут сейчас в Турции. Не только в Стамбуле. В Стамбуле, как правило, сдают. Но есть и те, кто в Стамбуле. Большинство живут на юге. То есть вот это вот Турция понимает, что это их и переезжают. И мы призываем то же самое разделить, диверсифицировать. Те, кто любит Египет, а таких очень много в России. И миллионы человек посещают Египет каждый год. Вот как раз знают прекрасный регион. Два миллиона из России. Два миллиона из России. Скажите, кстати, тоже, ну, перед выборами об этом говорили тоже активно. Ну, то есть, с одной стороны был слух к программу «Закрот». Еще больше, более громкий был слух, что вот-вот изменят вот этот порог входа. То есть еще раз его повысят. Учитывая, что вы очень часто изнутри ситуацию знаете, у вас… Все возможно. Все, понятно. Все возможно. Очень дорого. И так, ну, как бы турецкий рынок мягко скажет. Есть, понятно, риск, да, что если, условно говоря, даже если будет не 400, а 600, 700, то просто… Сузят количество потенциальных потребителей. Кроме любви к стране, вот есть Турция, есть Египет. Кроме того, что… Ну, сроки примерно одинаковые. Уровень проверки, уровень, там, трудности с оплатой. Вот что здесь? Или возможность диверсифицировать, а не только вкладывать в недвижимость, а много-много разных других возможностей есть в Египте. Вот какие здесь могут быть аргументы, которые надо учитывать потенциальному… Ну, во-первых, с оплатами в Турцию сложнее, чем в Египте. Это факт. И те, кто сталкивались там или там, понимают, что в Египте есть больше вариантов. Поле для, как бы, выбора этих самых вариантов. И они менее отслеживаемы и менее жестки. Что касается, в принципе, сравнения программ одной и второй, но в Турции, в Египте есть вот тот самый невозвратный взнос, когда вы просто дарите государству, больше у вас не болит никогда голова. И это 250 тысяч – это небольшая сумма, если смотреть сверху на все существующие программы гражданства через инвестиции. В Турции нет такого варианта, как безвозвратный взнос. И там есть либо взнос в банк 500 тысяч, либо та самая покупка недвижимости. Кому недвижимость не нужна, она и не нужна. Поэтому навязывать ее – это не в наших совершенно ни силах, ни целях. А в Египте создайте свою компанию, выньте обратно деньги, затратите в общей сложности 150 максимум тысяч долларов на программу. Ну, то есть это совсем какие-то… Это даже вы потратите в итоге меньше, чем на программу Вануату, которая третьим чудесным кандидатом закрывает этот список доступных программ для россиян. Давайте пару слов о Вануату, которая закрывает список возможных вариантов. Вот она и флаг еще. Прелесть. Прелесть они программы. Боже мой, прелесть они картинка. Картинка – это прям в двух словах. Но тут цифры, может быть, дать и их, тоже напомним, потому что про Вануату говорили мало. И скажите, Вануату в свое время там тоже была история с разрешением или неразрешением въезда в Евросоюз, в Шенген, точнее. Что сейчас у них? Я, может, тоже сам запутался в обилии новостей. Об этом тоже можно не сказать. Это не мудрено, потому что сейчас на рынок хлынуло совсем какое-то огромное количество различных программ и подпрограмм, поэтому запутаться можно каждому. В Вануату все очень просто. Да, у них был также безвизовый Шенген и доступ в Евросоюз. И все работало хорошо, если бы Вануату выполняли бы предписания всяческих надзорных органов и не делали проверку дью-дилеженс у себя на песке, а делали уважаемых компаний, заказывали бы, как делают это все карибы. И, кстати, сейчас вот те самые наши клиенты, которые допроходят проверки, поданные до 31-го, до конца программы марта этого года, все сталкиваются с диким совершенно дью-дилежем. Проверка американскими компаниями дью-дил очень-очень скрупулезно, придирчиво, и через нее продраться может не каждый. Пока у нас все продираются, но это очень сложно. И документов мы предоставляем огромное количество. Вануату пошел по пути меньшего сопротивления и всегда делал проверку у себя, своими собственными силами. Ну вот они доделались ее, и, в общем-то, в этом году, в начале года, их отключили от возможности безвизового передвижения. Хотя сейчас очень много муссируется в открытых источниках тем о возбратье, о прошениях Вануату от страны, вернуть тот самый Нил и Шенген, который у них был. Это все процесс. Сначала так не бывает. Сегодня отключили, завтра включили. Это все длительные процедуры, которые на государственном уровне и выключаются, и включаются. Поэтому много лет пройдет, когда включат. Но у них осталась Великобритания. И плюс Вануату тот, что порог входа, если вы один, вот это будет самое дешевое из всех представленных трех программ. От 130 тысяч плюс юридические услуги, плюс мелкая пошлина из 5 тысяч. Это все, что нужно будет потратить на программу Вануату для одного заявителя. Ну и от 180 тысяч на четырех членов семьи. И там дальше дополнительно, если большая семья, также можно добавлять пошлины. Но здесь только подарок государству. Все остальное, что вы видите, написано, красиво расписано. Есть и недвижимость некая, и вложение в бумаги. Ничего больше нет. Работает, работает. Главное, что работает. Вот это опция. Взнос в госфонд. И еще один момент про Вануату. То, что у вас здесь отмечено, для кого-то тоже может быть важно. Программа Вануату допускает получение паспорта родителями. То есть не только вниз, но и вверх. Я понимаю, Египет и Турция. Египет и Турция нет. И Вануату хорошо, что ваши дети не подвергаются никакой военной службе, как это происходит. И в Египте, и в Турции при проживании. Хотя и там, и там можно получать отсрочку и покупать откос от армии. Но, в общем, в Вануату нет никаких армий. Вануату – это бывшая колония Великобритании, кстати, такая же, как и в Карибской стране. И родители можно туда взять. Вануату делают те, кому интересно потом пойти на Golden Visa, например, Греции. Это возможно. Вы делаете себе такую хорошую комбинацию из вануатского паспорта, когда у вас есть тот самый безвиз Великобританию, там Гонконг, Сингапур, скоро у них будет Австралия, возможно, когда-то вернут Шенген, дай бог им здоровья. И, получая греческий вид на жительство, вы становитесь обладателем карточки ВНЖ, ПМЖ Греции, страны Евросоюза. У вас получается доступ к банковской системе Евросоюза. Ну, в общем, вы решаете сразу много своих вопросов. И плюс паспорт Вануату три месяца делается после подачи документов. Самая быстрая из представленных трех стран. Мы когда с вами, ну, там, год-два назад говорили о программах Черногории, позже говорили о, скажем, программах Карибов или в то же самое время. Мы говорили о том, с чего начать и какие должны быть первые шаги, вот эта проверка. Вот если приходит человек, мы вернемся опять к Египту, и ему интересна программа Египта. Что вы реально проверяете и какие здесь могут быть проблемы, когда вы скажете нет? Вот и так, может быть, не совсем без риска, но тут уж совсем рискованно. Что вот нет? Я скажу про риск. Мы как-то в шутку говорили про санкции. Я, наша фирма не может работать с людьми, которые санкционны в Европе и в Северной Америке, просто нам не разрешают. Но то, что хорошо в Египте, что Египет очень, очень лояльна к России. Это на самом деле и правительство, и люди, и все, что происходит сейчас, не имеет для них значения. Ну, видели, да, то есть, собственно, последние новости, собственно, вот визите руководителей нескольких африканских стран сначала в Украину, потом... Да, они пытаются как-то помогать. Что невозможно оценивать с точки зрения, там, правильно, неправильно, это такая, ну, это политика, что называется. Ну, я просто к тому, что они приветствуют русских сильно. В отличие от Вануату, который вообще не знает, из чего сделаны русские и другие страны. Они прямо приветствуют. Я тогда попрошу, ну, там, может, Нуре Вас или Софье Вас еще раз все-таки сформулировать вот эту историю. Вот человек... Программа гражданства Египта работает с 2020 года официально, но фактически вот в текущих условиях она работает и вот с серьезными изменениями, где-то упрощениями, где-то усложнениями. Ну, я бы сказал все-таки с начала 2023 года, потому что много информации, в том числе от вас, приходит. Вот что они тут поменяли, тут поменяли, тут подкрутили, тут изменили. И человек приходит сейчас к вам. Вот понятно, что путь тернист, но в какой степени он тернист, потому что это, в принципе, непростая задача. В какой степени он тернист, потому что правила игры меняются? В какой степени он тернист, потому что Египет, условно говоря, страна-загадка? Вот с чем человеку придется столкнуться? Я два слова скажу. Это, наверное, будет звучать очень смешно, но я всем это говорю. Единственная страна в мире, которую я знаю, я знаю многих стран, я жил во многих странах, где есть хороший сервис, это Россия. Ни Франция, ни Англия, ни Америка, ни Египет, нигде нет хорошего сервиса. Так что ни в банках, ни в государственных учреждениях, и даже не в ресторанах. Сервис в Нью-Йорке отвратительный, как ни странно. В Канаде должен быть хорошим, потому что канадцы молодцы не сказали. В Монреале немножко лучше, конечно. Но на самом деле нет такого сервиса. И в России люди привыкли к самому лучшему сервису. И этого нет нигде. Я знаю, что это звучит абсурдно, но это так. И то, что мы пытаемся делать, мы пытаемся скрывать все проблемы от клиента, чтобы он не сталкивался с этими проблемами. Но и Египет, и тут на Карибах, где я живу, и в Ануату в Богдзабытом месте, тяжело работать с правительством. Тяжело покупать недвижимость, тяжело открывать счета, тяжело перебрать. И то, что мы делаем, и плюс к тому, что мы предоставляем юридические услуги, мы тоже пытаемся отстранить клиента от всех проблем, которые внутри процесса. Так что мы начинаем с того, что мы тут, чтобы помогать, не волноваться о всех проблемах. Дальше по технике, госпожа Силуна. Ну как по технике? С чем придется столкнуться любому выброшенному программу Египта? С тем, что будет много тернистых. Тот самый тернистый Путин, мы его пройдем вместе. Почему? Потому что Египет только начнет работать с русскими, потому что он, возможно, эта программа набила руку с теми самыми соседями Египта, которые оформляли гражданство за предыдущие несколько лет. Страна, несмотря на то, что нежно любит нас, россиян, как туристов, совершенно не знает еще специфику работы с нашими документами и много чего еще. То есть первые клиенты, как, в общем-то, было это из Черногории, когда она стартовала в 2019 году, у нас было много нюансов. Ужас, не ужас, но нюансов. Друг с другом пытаемся взаимодействовать. Тоже нужна притирка. Тоже нужно начать понимать друг друга. Ну, в общем, первые, не то что будут, это будут ни в коем случае. Блин, и комом мы в любом, даже это не обсуждается, все доведем до конца, но просто обсуждение тех самых границ сроков. Четко это будет шесть с половиной месяцев и ни секунды больше. Что вот этот список документов и у нас не запросят ничего больше. Что точно, как сегодня сказано, нужно прилететь раз и никто не попросит прилететь еще. Мы не можем это гарантировать, потому что сбои будут обязательно. Но не пугайтесь этого, мы поможем. Окей. Я попрошу сейчас еще в чате обликовать контакты компании Apex Capital Partners, для того, чтобы, ну, кому интересно, не обязательно по программе Египта, как я понимаю, вы работаете вообще не только с программами гражданства, да, то есть у вас такой иммиграционный пул, и не только граждане России, насколько я просто знаю, про американцев, да, но американцы далеко не в такое время и сегодня начали. И такой вопрос был еще от нашего зрителя по ценам на виллы. Ну и вообще, я не могу сказать, что я очень глубоко изучал недвижимость Египта, но я видел предложения там, ну, совсем бюджетные, в той же самой Хургаде, там и 20, и 25 тысяч евро. Да, трущобы, и, судя по всему, там человек может 20 таких маленьких квартирок купить и быть счастлив. Вот, например, цены... Я не сказал, счастлив, но ничего. Ну да, но по-моему, деньги потратил. Ориентир по ценам на виллы в Эль-Аламейне, то, что вы видели, то, с чем вы сталкивались. То есть там есть просто один жилой объект, там 300 плюс, что это такое? Это типа вау-вау? Вау-вау, нет, это не вау-вау. Новый Эль-Аламейн – это виллы, если мы говорим о вопрос именно про виллы, от миллиона долларов. И не ждите еще раз, что это вау-вау, его нужно будет еще доделать, то есть он сдается как бы в коробке. Это новый Эль-Аламейн. То, о чем вы говорите, простите, скорее всего, наш слушатель про Эль-Аламейн, есть еще старый Эль-Аламейн, который, в общем-то, изначально был недалеко находящийся от Нового. Там, да, там есть продающиеся виллы на укромке моря, но можно смотреть от 500 и выше. Нужно прилетать и смотреть, не верьте картинкам. Окей. Кстати, просто для сравнения, чтобы всем было понятно, когда мы говорим вау, в Москве за 300 тысяч долларов тоже не купишь вау. Так что ожидать, что вау будет где-то в другом месте. Ну и еще надо 20 маленьких квартирок в трущобах, как вы сказали, Филипп, не нужно. Лучше подарите деньги государству. Да, тогда лучше государству, результат, по крайней мере, мучиться не будете, да. Ну и тогда, может быть, уже совсем в заключении, если не берем, как бы, там, именно россиян, если не берем вообще широкий срез рынка, нурия, какие-нибудь последние, может быть, слухи, может быть, сплетни со всего эмиграционного рынка. Ну, например, Батсвана через неделю открывает программу гражданства. Камерун, да, и другие всем приезжающие. Слух, и слухи о том, что все будет хорошо. Ой, замечательный вы человек. Всем того и желаем. Ну, что ж, дорогие друзья, действительно, нужно не прибавить, не убавить. Мы будем активно, и в том числе с помощью наших друзей, экспертов компании «Эпикс Капитал Партнерс» рассказывать в ближайшее время и о программе «Египты». Это действительно интересная и во всех смыслах слова, и в позитивном, может быть, не совсем позитивном, творческая возможность, поскольку программа действительно молодая. Вот, и тут вот Любовь немного насторожила вопрос по воинской службе. Расскажите. Я не собираюсь служить в Египте. Сейчас Софья собирается, она сейчас расскажет. Софья не собирается служить в Египте, и вас не призываю, пусть служат те, кому нужно защищать свою Родину. Можно покупать, простите за грубо слово, откос, отсрочку от службы в армии. Это все делается на официальном уровне, так же, как в Турции. Пойдем с вами в программу «Любовь», мы давно уже обсуждаем это, мы вас научим, как это делать, не пугайтесь. Все расскажем. Окей. Окей. Ну что ж, вроде практически на все вопросы ответили. Друзья, спасибо вам огромное. Софья Силина, Нури Кац, компания «Эпикс Капитал Партнерс», компания «Дель», компания работает традиционно, ну, можно и в Москве, да, офис у вас. Да, пожалуйста, милости просим, логический переулок. Все вопросы задавайте. Или можно ко мне в офис в Антигуо ходить. В Антигуо, да, хорошо, в Антигуо хорошо, в Антигуо что-то лететь дорого, но это если, смотря где находишься, из Канады ближе. Из Канады ближе. Спасибо вам огромное, спасибо, друзья, за внимание, будем очень рады и в следующем встрече у нас на канале «Приан» и на сайте компания «Эпикс Капитал Партнерс» к вашим услугам. И всем мира и безопасности – это то, что нужно, это просто нужно, чтобы это было как можно скорее. Всем до встречи, спасибо, до свидания. Хорошего вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok